вышла из дома в магазинчик зачем ведь вкусненьким извиняюсь что у меня может быть картинка немножко трясется я хромаю хотя у меня на телефоне стабилизатор и вполне возможно что она не трясется хочу сказать высказаться о комментариях под видео о моей так сказать и книжный о моем книжным шкафу я не обижаюсь во первых сказать ни на кого из вас вообще не обижаюсь то есть не грамма обиды какой-то вот там меня обидели у меня такого нет но я реально просто в шоке от того как люди как это сказать чтобы не обидеть никого потому что правда не хочется никого и обидеть я снимала это видео не для того чтобы похвастаться какая у меня библиотека большая и такая прям разнообразная просто показала свои книги да наверное кто-то кто живет на одном месте всю жизнь у него большая библиотека и на самой дальней полке лежат даже книги которые он даже и не помнит что там лежит но это не мой случай я переезжала из страны в страну я переезжала из дома в дом ну вот так просто по факту у меня получилось жизни и мой маленький скромный шкаф это не все то чем я интересуюсь это то что есть у меня в печатном так сказать издание большое количество книг я слушаю аудио и какие-то аспекты того чего я чем я интересуюсь по жизни вы в этом книжном шкафу даже не увидите просто потому что я у меня нет книжного издания у меня только аудиокниги кроме того я не показала практически никакую религиозную литературу потому что у меня не было желание показывать эту часть моей жизни потому что знаю начинаются плевки начинаются какие-то некрасивые действия по отношению ко мне к моему мировоззрению религиозному и так далее и мне этого абсолютно не хочется это моя личная жизнь для меня постоянно спрашивают надя ты сектантка надя ты там то 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 нет я не сектантка я православная это моя личная жизнь и вот так вот со всеми направо и налево я не хочу как бы делиться потому что говорю слишком много людей агрессивных вот так вот в интернете и есть вещи которые я не показываю то есть не показываю не икон ни своих каких-то молитвенных книг и не рассказываю все это потому что это моя личная жизнь если меня бы спросили бы об этом бы я бы сказала бы а вот так вот рассказывать не хочу потому что сказала что слишком много плющихся людей и вот даже шкаф до сняла я просто книги сколько плевков полетела одни плются то что у меня шкафу почему нет вот этих книг другие плюются а почему мне вот эти книги кошмар какой-то нет я сказала что я не обижаюсь ни на кого то есть обиды у меня нет я просто в шоке от того насколько народ живет плохо и не в материальном плане потому что у каждого по машине по айфону и и так далее а живет плохо в плане ну не знаю духовности или мира самим собой совсем плохо дела ребята совсем плохо совсем как страшно жить ужас потому что счастливый человек не будет никогда никакую гадость писать пытаясь что такое гадость сейчас расшифрую что такое гадость да гадость это когда ты пытаешься принизить человека и думаешь что ты этим самым как бы возвысишься или попытаешься укусить человека за что-то да вот что-то тебе не нравится раздражает это как бы твоя проблема что тебя что-то раздражает но ты все равно смотришь и плюешь в этого человека ну отойди не нравится вот у меня очень много блогеров есть которые мне не нравятся я просто отхожу в сторону и не смотрю и все человек делится своей частичкой души и жизни частичкой которую он хочет делиться не всем на свете а хочет ну зачем плевать зачем быть свиньей все прям такие шекспира и шекспиров веды и у всех прям библиотеки там огромные да ну не знаю удивляют просто я вот ведя канал я изучаю изучают толпу изучаю как бы народ изучаю вода людей какую-то психологию вот просто удивительно ладно я захожу в магазин сейчас что-то куплю к чаю может быть что-то с вами еще поговорю к выскажу свои какие-то мысли все вышла я из магазина взяла небольшой пакетик всякого разного там к чаю фарш детям завтра котлетки сделаю надо мне закупиться магазин по большому пока не закупилась вот погода теплень теплень классно в общем ну ладно вернусь своему своему повествованию о своем видении происходящего так сказать правда иногда хочется не читать комментарий от слова совсем конечно есть люди которые относятся к друг другу более снисходительно по-доброму как-то вот не тыкая другого человека куда-либо так как в принципе должен человек жить и общаться заниматься собой больше чем другими то есть если что-то не нравится тебе в другом да или ну как бы занимайся собой так принципе мы все должны устроены вообще-то были изначально но вот когда человек живет в боли его несет куда-то не туда и по большому счету все вот эти вот негативные мнения какие-то плевки в меня да они не влияют на мою жизнь от слова совсем я точно знаю что я стою я знаю свои грехи получше вас я знаю свои ошибки я знаю о себе больше чем и знает кто-либо обо мне из живущих да я знаю что у меня получится что не получится я знаю как я выгляжу и знаю как я одеваюсь и то есть мне в принципе мнение то вот на эти темы не нужно ничьё не не интересно когда мне в какой-то сфере нужен вопрос да по помощь так сказать подсказка не обращаюсь зрителям отчасти потому что хочу узнать мнение других людей но это не значит что у меня своего мнения нет конечно там есть добрые люди которые по доброму относятся друг другу по-доброму но так много негатива мне правда вас очень очень жаль ребята у которых вот рот открывается только на какую-то злобу только на то чтобы ткнуть кого-то куда-то ущипнуть возвыситься сказать какой ты маленький а я вон какой большой мне жалко этих людей потому что реально по сути получается плохо им иногда хочется не читать комментарии просто потому что это отвлекает меня от жизни отвлекает меня от добра который вокруг меня как это окунаешься в болото такое вот негатива начинаешь кому-то там писать начинаешь на хамство отвечать хамством а потом думаешь зачем все это надо ну хочет человек хамить ну вот у него желчи из щелей идет пускай как бы чтоб только не умер от перезбытка желчи пускай может по-другому он не может может не напишет гадость комментариях может он реально лопнет пускай тогда напишет есть же специально такая вещь как комментарии где человек может выпустить то что из него исходит есть такая вещь как туалет да если человек не будет ходить в туалет и он тоже лопнет просто грустно осознавать то что так много людей которые живут в какой-то боли в своей каком-то негативе но и в то же время конечно много людей я благодаря каналу познакомилась много с многими людьми хорошими вот найти вот прям ну у жемчужинки добрые хорошие жемчужинки благодаря каналу и мы с ними общаемся и дружим это здорово что во всем море и вот в таком людском все-таки есть жемчужинки и это здорово мой канал для общения мой канал для того чтобы я высказывала свое мнение высказывала свое видение не претендую на правду ни в одном видео которое я снимаю я не претендую ни на какую правду это лишь мое мнение мое видение она вполне возможно неправильное я вот так вижу в общем хочу пожелать всем добра всем добра и чтобы у вас не плющила не колбасила а если плющила и колбасила то чтобы вы нашли причину этого вашего состояния чтобы вы относились к людям более как это бережно представьте что вы пишете своей дочери или матери я понимаю что мои слова это просто куда-то в пропасть крик в пропасть но мало ли муж кого-нибудь зашевелится чего-нибудь диньте конце концов на то и ютюбный канал чтобы зародить мысль бакси не стоит это картон у нас завтра будут вывозить на то же свой выставить коричневый бак все ребята я пришла к себе кусты заросших надо мне их стричь на зиму так сказать подстригу что было красиво а то уже вон ой ворота плохо закрываются заросли уже совсем все товарищи зрители подписчики моего канала солнышко нету с вами прощаюсь всем пока